смотрите какую красоту мы сделали на мероприятие называется но городской конкурс молодежной премии признание года в двадцать первом году мы участвовали в двадцатом году были такие сертификаты круглые как суши вот и сейчас я сделал вот такие вот ну это меньше заморочен на самом деле но вот от фотошопе вот так вот и типа вроде неплохо типа немного аляписта но как умею друзья мы решили точнее я решил снимать влоги на тему течение четырех месяцев этот человек в полтора часа ночи начинает просыпаться и доставать меня я решил снимать это короче я одариваюсь до своей любовью ты неблагодарный так куда поставить никуда короче он пьет меня пьет я лежал в утону ты хочешь просто привести события а я сидел у него на лице я хочу спать и так каждый день на протяжении четырех месяцев каждый день просто представьте мне даже не присылайте два с половиной часа сейчас Субтитры сделал DimaTorzok 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 на самом деле почему потому что первое стоимость 69 рублей класс там есть мякоть овсянки то есть ее спал то вышло взбалку сюда надо то есть не будешь болтывать в конечном итоге там прямо садок будет это прикольно в плане сделанный из крутых продуктов вот это типа веган не веган в общем это полезнее чем просто молоко в принципе все наверное мы сейчас сегодня кофе варили прям я прям прикольно сварил кофе скажите да нет очень да очень вкусно в итоге за место молока мы будем использовать вот это 32 и собьем его немного и маршмеллоу добавим типа сделаем пушку я был в омске когда там есть какая-то кофейня в котором тусуются все малолетки просто дохрена их и там все при прикиньте кален ой господи кофейня работает на максималках постоянно с утра до ночи из-за того что дешевое кофе и она офигеть каких разных этих составов может рассказать и там я как раз попробовал маршмеллоу с конфетти или как он как эти до называется вот гибать пушка просто и в итоге сейчас примерно может будет приготовить нам такой же заехал в общем отдал сертификаты на молодежную премию года бля не такие радужные такие позитивные там сидят юля такая же была в плане наживая все хорошо просто наверно уволилась просто нету ее там типа она мне не писала в этом году он просто спрятался диван у меня нету ты меня видишь ты раньше придешь я полы помою слышите она ходит в моих носках моих трусах как тебе суши очень вкусно но я так обозналась что мне плохо у меня ладошка не чувствительная и она хлопает как я проверяю сковородку полоски в номерах слышали нет она сковородку проверяет знаете как я реально говорю берет сковородку такая да горячка ну ты же постояльно плохо иначе непонятно ты потом три часа еще приставать будешь я помогите я стою мне шестнадцать я хочу стоять я стою у меня влеча я стою а ты пустая такая сладость суши будет едать арбуз арбуз суши вот эту ой она съела три килограмма правда правда килограмм ходи маленький килограмм ну килограмм залезу тяжелее чем килограмм суши правильно Ты же сказал слово килограмм. Наш-маш. Четыреха. Давай в хоккейку играем. Кролом? На сайте. Это как получит. Да, да. Лови. Ты устроил беспогром. Ты что, смотришь. Они богатые, разжевывались. Почему мы делаем? Чего не закрываешь? Я переставала в хоккей, а? Мам, 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 мам. О, мусорка есть. У нас есть пакет для мусоров. Ты завязывай. Что? У нас сюда есть пакет для мусоров. Я сейчас не радуюсь. А где? Я радуюсь. Где ты, Лишка? А, вон. Нет. О, смотри, смотри. Там, 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 молоко забрать нам. Ты честно спать? Да, конечно. Чтобы понимали, два часа ночи. Не, смотри, я давай двадцать. Извините, мне не умотали, потому что было мало. А на, преподаватель детского садик. Я сегодня не в детском садике была. Я сегодня с тряпучки не забывал, почему. О, значит, тебя дырка есть. Не трогай бы, а, ну-с. Так, в общем, сделан методичку для клининга. Сейчас в первый раз печатаем, смотрим, какие-то, может, исправления будут. Потом дорабатываем все в цветной формат. Переделываем, ну, делаем этот, господи, ламинацию. Это все и на стену в большом формате. Вот. Далее останется еще оператору упаковать курьеров и поваров. Это охренеть сколько работы. Тоже надо сделать кучу методичек. Ну, хотя бы клининг уже почти готов. Сегодня идеальный день на динглбэйнс. Блядь. Как еще раз? Бэлс или бэнс? Джинглбэлс. Я сделал елечку. Традиция года. Веселица, наручники, кляп. Красота. Она говорит ужас. Ей очень не понравилась елочка, а мне максимально она нравится. Ей не понравилась виселица. Вот эта вот, эта петля. Вот это простое. Все остальное приличное. Петля нет. Петля и неприличная. Я просто петли. Но мы ее устраиваем. Хорошо. Так, дорогие мои друзья. В общем, у нас стал большой вопрос по поводу выбора лосося. Наш чилистский я показывать не буду. Он примерно похож вот на этот цвет. И у него чуть меньше прожилок. Это сейчас расскажу, что. Чили, фарреры и этот, Мурманск. Посередке у нас фарреры. Это Мурманск. Да? Да. Рассказываю. Смотрите. В чем прикол? Стоимость сильно отличается у всех. Вкус. Блин. На самом деле чилистский очень нежный лосось. Но и вот тем самым разваливается. То есть, очень много отзывов есть таких, которые типа рыхлое мясо говорят. Типа, он разваливается за то, что он очень нежный. Вот, люди, кто разбирается все-таки, они вот и говорят, что тут разваливается. И поэтому нужно выбирать что-то типа либо мурманского, вот этого, ой, вот этого, либо фаррерский брать. Потому что мясо намного тверже, ну и по-любому оно будет полезнее, чем чилийское, потому что здесь, ну не мурманское, а в плане фаррерское. Потому что здесь этот. Среда питания лучше, да? Да. В общем, сейчас будем тестить. Я уже протестил, просто поел рыбу. Сейчас попросил накатать роллов. Сейчас роллы попробуем. И, ну и скажу, что будем делать. То есть, с каким лососем будем работать. Типа, либо с мурманским, с мурманским работают очень много классных доставок. Вот, либо с фаррерским. Чилийский, я вот не хочу из-за того, что цвет у нее как кита, блин, какая-то. И вот такой вот, вот такой вот чилийский, который прям с прожилками, более тверже мясо. Это другой завод. То есть, наш завод, он поставляет чуть хуже мясо. А есть еще один завод, оказывается, который вот как раз отборную рыбу берет. Ну, сейчас посмотрим. Типа, не знаю, может на чилийском еще останемся, но мне цвет не нравится. Так, ваше мнение? Мне вот эти понравились. Посередине. Вторые? Да. Так, вторые, это у нас этот, Фаррерские острова. Бля, по вкусу, да, согласен, блин. Все-таки отличаются они и вкуснее. Красавицы мои. Короче, есть такая проблема. Я вам рассказывал про фаррерский лосось. Если не рассказывал, расскажу еще раз. Мы сейчас хотим чилийский лосось заменить на фарырский с Норвегии. Охлажденка. То есть, это не заморозка, это охлажденка. Сейчас я попробовал. Знаете, что хочу сказать? Давайте я сначала сниму человека, который впервые это пробует. И он скажет сначала, что лучше, что реально вкуснее, что прям приятнее, что на вид, краше. Вот. А далее... У нее нет палочек. У нее нет палочек. У меня тут как на. Я просто не взял палочек. Ну, да ничего страшного. Давай одной. Втыкай туда. Да, сейчас. Погнали. Смотрите. Так, какое что? Какой первый пробовать? Пробуй. Вот это? Да. Разорви ебало. Да, это первый момент. Очень большие роллы. Мы сейчас подумаем, надо поменьше сделать неприятно. Прочувствую его прям вот. Именно его там полоскай в язычке. Да, полоскай. Так. Ммм. Ммм. Это вкусно. Так, а теперь... Как-то... Не знаю, погоди. По пиву язычки. Давай. Поднимай. Я типа сам налил. Так. Так. Что тебе показалось на более настоящем? Таким прям, ну, мясным с большей омегой. Прям, прям рыба чувствуется как это. Первый был прям такой мягенький, очень приятный. Угу. А это прям вкус рыбы. Все правильно. На самом деле, это сложилось впечатление абсолютно у всех. Первый, который более такой красочный в плане очень много жира, это Россия. Это Россия. В Питере где-то там что-то добывают, выращивают. Плюс-минус стоячие воды. Качество лосося хорошее, но стоячие воды. Поэтому много жира на рыбе. То есть рыба не двигается, у нее очень много... Ну, она... Она как картинка получается. Вы часто можете такое наблюдать. Как картинка лосося, это значит рыба очень медленно, вялая. И вкус... Ммм. Вкус становится очень легким. Вы его берете, и он такой распался. Ну, в плане рыба распадается такая, как бы... Как объяснить? На жесткость, когда вы протыкаете ее, она максимально... Ну, твердая, хорошая такая, как... Ну, она... Знаете, я объясню. Она тверже, чем норвежский лосось, чем чилийский лосось. Она тверже. Но когда ты в рот ее закидываешь, она как будто вот легче. Как-то хоп и ушла. Что по поводу второго? У него нету прожилок таких, но мясо выглядит мощнее, круче, чем чилийский лосось. Намного мощнее, намного сочнее, больше омеги, качественнее лосось, потому что совсем другие условия выращивания. Вот. В итоге мы не знаем абсолютно, что пробовать. Это была заморозка, вот, норвежский. То есть это разделанные пласты, их замораживают там, вакуум кидают, и пласты разделанные везут нам. Вот про Фореские острова заморозка. Еще записывается, заебись. У нас, мы уже заказали, уже подготовили, завтра будем тестить. Это охлажденка напрямую с Фореских островов, которая... Как объяснить-то вам? Она прямо охлажденка, она во льду приходит. То есть так же пластами, так же вакууме, только... Охлажденка. Не замороженная. Вот. Там мясо намного лучше, но и намного дороже. Руся сказал, что смысла вообще не увидел переходить на другой лосось. Абсолютно. Типа вкус лосося, ему показалось, даже чилийский намного лучше был, чем вот этот. Оба даже вот. Ему типа не зашло. Ну типа, ну и рыба, и рыба. То есть он не почувствовал. И мы посидели, так подумали, типа, реально, логично, нету... Ну мало людей, которые прям разбираются в рыбе, прям вот понимают. Типа, вы знаете, что в стоячих водах вот эти полоски появляются, жировые, белые? Ну кто знал? Типа, я вам сейчас это сказал. Типа, более... Ну там, чуть побольше людей может узнать об этом. Вот. В общем, будем думать. Типа, пока непонятно вообще, какой лосось использовать. Чилийскому возвращаться не очень хочется, потому что само название в составе фарерский лосось, а пиздеть мы никому не будем, это было бы мощно, на самом деле. Поэтому вот такую вот картинку, ну вот как картинка, вот лосось как картинка, это в стоячих водах обитает, и я бы его не хотел брать. Это Россия в любом случае, в любом случае отношение к рыбе там будет не такое, прям вау, и условия у нас не такие-то вау. Вот. Думаю, фарерский островай это поприкольнее будет. В общем, все. Че, дальше будем тестить, смотреть, пока я не рад. Ну, потому что типа у нас пришла, пришел фарерский лосось. Она все это время танцует, она просто вахует этих сушек. Ууу, вкусняшка. Короче, я в общем не в восторге, на самом деле. Ну типа окей, мы впервые. Я вам расскажу просто момент, что охлажденный лосось фарерских островов, которого сейчас был второй. Это заморозка, ну вот у нас охлажденка, мы еще не пробовали, она вот там есть. Мы по сути вот вторым попробовали, это с Норвегии, который не более красочный. Потому что, блин, он двигается, у него другие условия, у него прям мясо, мясо. Вот даже она сказала, что это прям вот чувствуется это. А, хотел сказать по поводу того, что охлажденку абсолютно не все рестораны используют. Абсолютно. Просто очень много заморозки, очень много чилийского лосося. Он типа хороший, тоже премиум, вся фигня. Ну, на нем прям премиум написано. На самом деле, знаете, разница в том, что на фарерских островах, но в плане, на том лососе, на Сенге, не пишут премиум. Там никто не выебывается, там просто все понимают, что лосось реально лучше. Вот. И очень мало ресторанов позволяют себе такой лосось. Ну, я по факту вам. Я просто поспрашивал поставщиков, и там результаты вообще... В общем, знакомьтесь, оборком, я прям лучше рассказывал вам про него. С того момента прошло примерно около, не знаю, полумесяца, что-то в этом роде. В общем, он не отвечает на звонки, не отвечает на сообщения. Ну, типа, просто загасился парень. В итоге сейчас пишут, типа, мне не дают документы. Типа, подписывайте документ тот на 12 тысяч, и все. Вот, типа, платежку никто не выдает, даже сотрудникам. Я просто хочу рассказать про эту компанию, что они делают. В общем, это просто разводило. То есть, все абсолютно здесь комментарии, по сути. Вон, Никита опять, менеджер Никита, 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 всегда Никита. Вот этот. Никита, чтобы вы знали, кто это такой, это вот этот тип. Вот и Никита, типа, я просто сам с собой общаюсь, по сути. Вот его номер телефона. В общем, по сути, это мошенники. Просто мошенники. Типа, можете реально зайти в Новосибирске по вот этому адресу. Где он тут? Адрес-то. Вот комбинатская 10. И как раз посмотреть, что по отзывам. По сути, это реально мошенники. Вот эти пятерки, это просто лажа. Это у всех один отзыв. Это просто для того, чтобы разбавить рейтинг. Это просто разбавляться рейтинг. Созданные все почти в это время аккаунты. Вот, то есть, полностью аналогичная ситуация, как у отзыва. То есть, у всегда все одинаково. Ну, то есть, ой, у всех, кто столкнулся с этой компанией, все одинаково. Вот такая вот херня здесь. Так, по поводу... Не снимаю в эту сторону, потому что мне тут сиськи показывают. Ничего не сиськи. А что это? Это вообще не в личке. Вы твое лицо видели? Ладно, это просто светка прозрачная. Конечно. Короче, в чем прикол? По поводу окрашивания, почитал. Норвегия тоже балуется. Я не знаю, там много заводов, по сути, производств. Норвегия тоже балуется этой темой. Окрашивание. Окрашивание рыбы. Но цвет средний. Вот сейчас попробовал. Цвет средний. Ну, посмотрел. То есть, не сильно они борщат с окрашиванием. Вот, по поводу прожилок. Прожилки... Если их нет, то это плохо. Если они есть, это хорошо. Вот. Поэтому... Что еще? По пругости мясо тоже проверил. Мясо должно возвращаться. То есть, у нас в чилийске, когда нажимаешь, как будто оно испорченное. Ты нажимаешь, оно типа нежненькое такое распадается. Возможно, это просто из-за того, что это замороженный лосось, а не охлажденный. Вот. Его много раз еще замораживали. И он потерял просто свою структуру. Ну, свою упругость, можно так сказать. Вот. И... Что еще? Мурманские средние. Рыба. Фарырские острова. Хорошая, классная рыба. Поэтому... Ну, ждем еще несколько поставок. И будем определяться. Короче, у меня сломалась вот эта вот крышка. Упала, я купил новую. И думал сначала всякие там эти... А в наклейке сделать. В итоге забахал брендшек. Субтитры сделал DimaTorzok